С праздником, друзья мои! Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Я бы тут сказал «Аминь» и пошел бы уже домой, потому что к этим словам добавить нечего. Здесь все сказано, что нам нужно знать. И Господь произносит эти слова, поясняя Своим слушателям, что христианин отличается от человека, которого Господь не встретил или не позвал, тем, что он не заботится по-настоящему, не печется о том, что есть, что пить и во что одеться. Что вовсе не значит, что мы люди абсолютно беспечные и подобные птицам небесным или лилиям полевым, о которых упоминается в Евангелии, а просто наша мысль, наша надежда не в этих посеусторонних вещах. Чтобы понять, о чем Господь говорит, мы можем вспомнить, абсолютно каждый из нас, из взрослых людей, те эпизоды испытания, которые каждый из нас проходит, потому что в нашей жизни мы проходим своего рода эгоизмуляционные сессии. Жизненно похоже на университет. И от сессии до сессии живут студенты весело, и бывает все хорошо, и я такой верующий христианин, и тут вдруг происходит внезапное совершенно дело, контрольный срез, как в школе бывает. И выясняется, что надежда моя, сердце мое не с Господом, не с Евангелием, а я больше переживаю, а как у меня будет пенсия, а сколько там, какой будет коэффициент. А вот сейчас я потеряю, а тут у меня большой пробел в трудовой книжке. Надо что-то делать, надо суетиться, и ты вдруг понимаешь, что надеешься больше на трудовую книжку, на пенсионный фонд, на социальные гарантии и прочие-прочие вещи, больше, чем на Господа. И таких эпизодов очень много в жизни бывает. Мы очень долго взрослеем, не сразу до нас доходит, но бывает очень стыдно, когда ты понимаешь, что христианин ты только на словах, а случилось искушение, беда или скорбь, и мы надеемся на князей и на сына человеческие. А о них говорится в Писании, что в них нет спасения. И наша надежда на Царство Небесное, на мир, которым правит Господь, мир нетварный. И поэтому Господь нам говорит, ищите прежде Царство Небесное и правды Его. И все вот это вот, ваши пенсии, здоровье, благополучие, это приложится именно в ту меру, как вам нужно. Ни больше, ни меньше. Господь знает, сколько вам нужно дать. Кажется, вот, знаете, как у нас говорят на похоронах, куда не придешь, есть такое присловие, шеп пожил. Сколько бабушки было? 85. Шеп пожила. Может, и шеп и замуж сходила. И вот все мы думаем, вот еще бы мне. Вроде бы все есть, но вот еще бы чего-нибудь такого, потому что смотришь, листаешь модные журналы, люди вон как отдыхают, а я что? Как мне одна говорила старушка, а что я в жизни бачила? Мне вот тоже вот хочется чего-то. Ищите прежде Царство Небесное и правды Его. И все это остальное приложится вам. И акцент не случайно стоит на слове «правда». Правда Божия. Вот что очень важно нам усвоить, и то, мимо чего мы проходим, просто в каком-то удивительном ослеплении и даже близорукости. У людей больше даже популярны книги монашеских авторов, очень ценные книги, на самом деле, где говорится о борьбе со страстями, о том, что нужно себя обуздывать и смирять, и прочие вещи. редко мы слышим о том, что нужно быть правдивым. И правдивым не в свою меру, а в меру Евангелия. И искать правды Божии. Геродот, которого называют отцом истории, автор знаменитой книжки по истории Древней Греции, самый первый историк, европейский, известный нам, рассказывает о персах, что у них существовала своя система образования, которая включала в себя только три дисциплины. Три предмета в школе дети изучали. Только три. Современному школьнику это очень понравилось, особенно мальчикам. Первый предмет, очень важный, стрельба из лука. Второй – верховая езда. А третий предмет назывался правдивость. И персы поражали греков, лукавых греков, которых еще в древности называли лукавые греки, поражали удивительной правдивостью. Человек не был способен даже в маленьком соврать. И это такая древняя культура, что до сих пор их религия, зороастризм, сохранилась в некоторых районах Индии, в Пинджабе. Там есть общины парсов, их называют парсы, то есть персы. И сколько уже тысяч лет прошло с тех времен, как Геродот писал о удивительной правдивости персов, до сих пор этот народ парсы славится невероятной честностью, потому что с детства запрещено врать. Просто органическое неприятие любого вранья. А мы, люди верующие, люди евангельские, которые Господь к правде своей призывает, врём. Каждый день врём. На каждом шагу просто. Мы как-то так очень терпимо к этому относимся. Очень терпимо. Ну, подумаешь, соврал. Вот здесь соврал. Там преувеличил, здесь приукрасил, тут выдумал. А здесь, знаете, какую-то интересную комбинацию устроил, как говорят опытные люди, решал вопросы. Решал вопросы. Так решал вопросы, что всех надул, сам запутался. Сейчас разыскивают, звонят, поменял уже сим-карту, но приезжали на чёрной машине четверо с лопатами. Потому что нужно как-то решить вопросы. Ты начал решать? Христианину должно быть органически неприятно, враньё, неприемлемо. Потому что любая ложь убивает, любая ложь от дьявола. Евангелие ведь нам говорит, что отец лжи – это дьявол. Как только ты лжёшь, ты привлекаешь, ты как будто бы вызываешь сатану. Вот как я в пионерском лагере когда-то помню, мы вызывали по ночам, такие были разные страшные пионерские риталы, вызывание гномиков. Самое страшное было вызывание пиковой дамы. На это никто не решался, потому что это уж совсем страшно. Мы в речи свои вызываем всякую нечисть, когда врём. Потому что сатана – отец лжи. Как только ты соврал, как только ты просто мило улыбнулся на враньё, ну, подумаешь, соврали мы здесь. Тут же в этом деле примешался хвост сатанинский. Тут же рога показались, хотя кажется невинно. А вот целые страны гибнут от лжи. И у нас национальная беда, которая называется словом «показуха». Так врём в себе люто, что начинаем верить даже на уровне государства. Проводят мероприятия, разного рода, казалось бы, прекрасные вещи, правильные, нужные. Столько пыли в глаза напускают, что когда это всё осядет, думаешь, всё, оказалось бы, была пустота. Пустота, враньё. Никто в эти идеалы не верит, которые говорят. сами врут себе, а потом разводят руками, как же так получается. Почему нас дети не воспринимают, почему у нас жизнь как-то не клеится. Да вы же врёте. Нельзя врать. Это опасно. Нельзя инвестировать во враньё, в ложь. Даже в человеческих отношениях. У меня был приятель, который очень хотел девушку очаровать, и вот он ухаживал за ней, подъезжая на роскошном автомобиле, выходил, знаете, тоже как человек, который решает вопросы, широкие жесты. И она, конечно же, дрогнула, дала согласие, они поженились, только после этого она узнала, что он никакой не папик с роскошным автомобилем, а он водитель у одного богатого человека. И, конечно же, тут начались споры, размолвки, дошло до развода. Нельзя инвестировать в ложь. Никогда. Кажется привлекательно, кажется, всё обойдётся. Ложь рано или поздно вас предаст, вас подставит. Это те игры, которые в долгосрочной перспективе заканчиваются проигрышем. Инвестировать можно только в правду. может быть, вы сразу не увидите не увидите тот самый доход, что ли, который от правды должен быть, от искренности. Он появится всё равно, рано или поздно. Это долгосрочная инвестиция. Только правда должна быть. И мы должны себя воспитать в последней, в предельной правдивости. Для христианина, просто для человека, Евангелие неприемлемо должна быть никакая ложь. Только правда. Это не значит, что, опять же, этим свойством, замечательным правдивостью нужно злоупотреблять. Потому что есть люди, которые путают хамство и дурное воспитание с правдивостью. Ни в коем случае нет. Это разврат. Люди так устроены, что они могут даже самые прекрасные вещи превращать в распутство. Вот и правдивость можно подавать как распутство, можно быть распутством. Вот я правду кажу. Пошел, одному человеку наговорил, расстроил так, что довел до самоубийства. Такие, я знаю, случаи. Другому растравил душу, третьего оскорбил, собственного ребенка унизил. До чего, до какого разврата может дойти человек, что он правдой может унижать собственного ребенка. Это неправда уже. Это тоже что-то сатанинское. Нет, нет, нет. Это все не наше. Это не наш. Это не наш путь. Наш путь только в правде Божией, в правде человеколюбия. Это очень сложно, видимо, совместить. Но Евангелие нас призывает к человеколюбии и правдивости. Вот это наш путь. И пусть Господь нас на этот путь направит, а мы будем держаться правдой евангельской. Аминь. Склоните ваши головы. Благословение Господне на вас на благословение и на благословение в сфере 300 и вовремя вверх. Аминь. С Богом. Спасибо. Спасибо. Благословение Господне.